История со счастливым концом. В Абакане полицейским пришлось принимать экстренные роды. Приехав по вызову, по соседству с буйной компанией, они обнаружили беременную девушку, которая из-за сломанного телефона не смогла вызвать скорую помощь. С акушерами в погонах встретился Константин Кравцов. Выражение «работа полицейского» и «опасно» и «трудно» в пору дополнить фразой еще и на сюрпризы богато. Вот пример. Прибывшие накануне на этот адрес сотрудники ППС, вместо того, чтобы составлять протокол о бытовой ссоре, были вынуждены принимать настоящие человеческие роды. Но не сюрприз ли? Заступив сегодня на очередное дежурство, старший лейтенант Пузаков и сержант Мухамедзянов то и дело вспоминают прошлую смену. Такое и впрямь забыть непросто. Это не то, что впервые за долгие годы службы. В истории хакасской полиции произошло впервые. Но когда такое было, чтобы рядовой вызов обернулся принятием родов? Вкратце история такова. Поступил звонок о бытовом конфликте. К прибытию полицейских этот самый конфликт уже утих. А вот в соседней квартире их встретила беременная девушка, которая так и заявила – начала рожать. Действовать пришлось по обстановке. Спустя некоторое время появился на свет малыш. Как только задышал, как он заплакал, девушку все похвалили, все молодец, все родила. Еще раз вызвали бригаду скорой помощи, поторопили, что роды уже закончились, нужна уже ваша помощь квалифицированная. Спасибо скорой помощи, что не заставили нас долго ждать. В общем, акушеры в погонах помогли появиться на свет девочки весом в 2 килограмма 340 граммов. Сейчас новорожденная и ее мама в перинатальном центре. Сама роженица, да и врачи пока оставляют эту историю без комментариев. Главное, она закончилась благополучно. Кстати, вынужденные герои признаются, что работать в медицине никогда не помышляли, а в данном случае спасти жизнь помогли навыки первоначальной подготовки. Начал помогать, отодвигать мебель, чтобы уложить девушку на носилки. То есть, тоже у меня там возможности не было все это оценить и подумать, что-то представить. Личных ощущений на тот момент не было, все очень быстро происходило, не было возможности даже о чем-то подумать или поразмышлять. Как-то так. Сегодня очередное дежурство и неизвестно, какой сюрприз впереди. Кстати, в МВД обещали подумать, как можно поощрить старшего лейтенанта Пузакова и сержанта Мухамедзянова. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. Кравцов, Игорь Брюханов